А вот эту часть, то есть там у нас спортивные зоны, здесь будет зона, причем для детей, детей с родителями. Давайте проект посмотрим. Я все нарисую, я вам подвожу. Договорились, так правильно было. Мэр отдать должен, нашел решение. Землю возвращают вот эту вот, да? Землю возвращают, убирают здесь, кто руководитель, мы в принципе все решили. И будем расшиваться земельными участками. Иными словами, отсюда базарчик уходит, стихийно, в то время, созданный на территории Спартакона. А вместо него Михаил Александрович предлагает создать зону отдыха для детей, родителей с детьми. Ну и после спорта, чтобы можно было посидеть, либо подождать молодых, будущих спортсменов, и состоявших спортсменов, порадоваться их успеху. Но сделать это было здесь цивилизованно. Потому что, видите, здесь что? Надо сначала, чтобы все видели, что здесь происходит. В то время, когда спортивные сооружения расхватали, а власть на это смотрела сквозь пальцы, либо спартакалы, все это привело к чему? Мы с вами вот видим, дом стоит на территории Спартака. Вот рынок на территории Спартака. И стадиона не стал. Стадион вернули, но территория прилегающая была захвачена. Где-то уже стоит дом, понятно, что там обманутые дольщики, им помогать надо. А здесь был рынок, и вот мэр провел переговоры. Итогом этих переговоров было решение, что отсюда уходит этот стихийный рынок. А здесь будет уже место отдыха, дожитие города. Мамочек с детьми, бабушек, дедушек с ногами, которые придут, порадуются, посмотрят. Вот такая идея. Правильно, вот это будет, да? Да, она единая территория. Это будет единая территория, в рамках которой будет работать большая спортивная сельдер. Я смотрю, не занимаюсь, да? Вот тут, что идет. Да, пожалуйста. Здесь у нас средства, которые тоже есть, и сейчас работаем дальше туда. Проводим входную зону, лестницу. Посмотрите, я еще раз хочу подчеркнуть, с тем, чтобы пройдем немного, чтобы тех, кто за нами, совсем в пыльной зоне не держать. И о чем поговорим? Если вы посмотрите на весь стадион Спартак, и обзор отсюда открывается замечательный, то раньше территория была намного больше. Вот этот дом недостроенный в территории Спартака, вот эти вот несколько домов, это тоже территория Спартака. И стадион прилегал к городскому парку. Территория, о которой мы говорим, это территория, соответственно, была также территорией Спартака. Но здесь сейчас находится этот базарчик. Вот посмотрите тоже здание, которое выстроено на территории Спартака, или кто-то также его приватизировал. И было бы, Михаил Александрович, наверное, во всех отношениях справедливо и правильно разобраться, кому вот это сейчас принадлежит. Как попало в руки, чтобы все понимали, закон есть закон, его нарушать нельзя. И сколько бы времени ни прошло, наказание неотвратимо. С одной стороны, с другой стороны, государство должно защищать права граждан, имущество города. И в этой связи Мара Молодец провел переговоры, нашли решение. И вот как раз на этой территории появится место для отдыха, проведение времени родителей, которые придут сюда с ребятишками. Вот отсюда, с возвышенностью, они могут смотреть, как дети тренируются, здесь все это видно и будут. Также было бы правильно, как разобраться, как попало в руки довольно нового владельца, кто что-то дал, и все это опубличить. Хорошо, чтобы страна знала своих героев. Вот люди жалуются, обращаются. В итоге начинаешь разбираться, а те, кто этим увадеют или чуждал, они рядом, они вот. Не те, кто где-то там находится далеко. Это все, либо те, кто во власти, либо те, кто рядом с властью, либо те, кто имеет отношения какие-то особые. Вот давайте это все высвечивать, показывать героев, потому что правильно было бы городу вернуть то, что забрали. И не позориться. Потому что у нас город один, нам надо его любить, думать о том, что здесь будут жить дети, внуки, правнуки. А так, что мы оставим? Вот посмотрите, что оставили. Вот посмотрите, вот посмотрите, вот этот долгострой, что оставили. Вот посмотрите, вот этот холуб, который здесь заняли и ждут, когда им город отдаст половину территории. Ну, сами понимаете, к чему это приведет. Вот ситуация с авиационным заводом, она должна всех просто взять и на место поставить. Государство сейчас возвращает территорию авиационного завода, а это порядка 80% площадей. Также и здесь государство будет бороться, отстаивать за собственность горожан, потому что это городская собственность. Это место отдыха всех горожан. Вот такой разговор. Он, может быть, кому-то покажется малоприятным, но мы знали, на что посягаем. Поэтому не надо. И фамилии вот берите и публичите. Вот вы правильно совершенно сделали некоторых с подрядов городских, которые неэффективно реализуются. Попросите. Вот такой подход должен быть и здесь. Озвучьте фамилии, озвучьте фирмы и скажите, кто за этим зданием стоит. Кто стоит за этим зданием? Михаил Александрович, вы же что знаете? Ну, молчите. Под барон, Олег Олегович. А кто такой? Это английский предприниматель, который в свое время имел отношение к Патриотсоюзу и так далее. Сколько Патриотсоюз? Вот как здесь появилось и почему здесь это здание разберется? Давайте разбираться. Потому что важно, чтобы те, кто заступил черту и нарушил закон, и через какие-то схемы вот такие здания себе отвел, понимал, что с ним власть взаимодействовать не будет, и он себя ставит, извините меня, по ту сторону общества. Ну, это что такое? И вот мы ходим за каждым. Тут ларьки навтыкали. При этом по ларькам все фамилии судьи публикуют. По этим зданиям, многим другим, фамилии публикуем. Понятно, что это принимали решение, когда, может быть, там занимали небольшую должность, а сейчас побольше. Есть что терять. Задумайтесь, задумайтесь. Потому что вот все то, что произошло, произошло после того, когда вы колотушкой взяли и стукнули. Все это узаконили. Поглядите, вот мы прошли территорию, пешеходная зона. Сколько там стоит ларьков? Где стоит? На красной зоне. Где? На тротуаре. Ну, это просто-напросто. Все прекрасно понимают, незаконно. Но все узаконим. Поэтому, старший, начните с того, поднимите решение, посмотрите фамилии. А наше право обратиться уже и в высший совет судей, в верховный суд, для того, чтобы таким указали место. Могут и пенсию решить, потому что огромные пенсии получают. Вот давайте так и будем делать. Потому что иначе мы будем бороться, а это как ветряные мельницы. Как спут, пытаются все вновь и вновь на какую-то десятую жизнь себя взять и в карманы натолкать. Потому что по-другому не скажешь. Давайте разберемся с этим совсем. Так же, как вот здесь вот оказалось у кого-то собственность. Понятно, что вот долгострой стоит. Что если им сейчас сделать? И дольщики обмануты, и на территорию залезли стадиона. Кому разбираться? Опять государству приходится разбираться. И сюда государственные денежки потекут. Это средства, которые можно использовать с толком на другие цели, а придется на дострой. А тут прибыль получил, потому что земельный участок здесь очень дорогой. Вот и все. И ни фамилии, ни имени. А государство разбирается. А государство разбирается, об этом говорю. Поэтому вам спасибо, что такие решения вы реализуете и умудряетесь. В сложнейшее время здесь интересы города отстаивать. А хотелось бы, чтобы те, кто нарушает закон, заступает и не видит берегов, понимали, что государство будет отстаивать интересы свои. И бороться за права граждан. Потому что это нарушает права граждан, граждан. Вот нарек они стоят. Давайте посмотрим, что делал. Дивовар, прям твой друг подборон. Молчи. Послышь, что я не подплываю. Иди, послышь. Иди, послышь. Иди, послышь. Иди, послышь. А вот сейчас можно послышать и подрядчика, который нам говорил, что 1 августа он сдаст. Сентября еще. Но крайний срок 20 августа. Сентября еще. Ну ладно, ладно. Честно. Хорошо. Значит, 1 сентября, ладно. Смонтированы полностью мачты освещения. Сегодня вечером будем запускать, проверять, как освещается. Вот. Уложено лизиновое покрытие. Уже финишное на 90%. Осталось вот под зону порталка. Что-то не испортит ее. Укладывать начнем с 15-го числа. И вот нам разметку тоже проведем в последней неделе. Ну, чтобы не запачкать, чтобы красиво было. Вот. Ротонда реконструкция. Значит, к пятнице мы заканчиваем верха. Газон, значит, по просьбе физкультурного и руководителя спорта города. Мы, знаешь, приняли решение совместно, что сеять в последнюю вот неделю августа, чтобы он не сгорел. Они просили именно начать с посев, чтобы он хорошо вошел в 8 минут. У нас с вами сегодня 11-го. Да. Сегодня приступают, значит, к выравниванию еще раз, то есть ко всей траве. Вы через две недели завершаете высеванный газон, да? Да, в последнюю неделю, августа, мы сеем газон. Ну, иными словами, в начале сентября можно приехать, будете посмотреть завершение всех работ. Какого числа? Ну, я думаю, мы к 30-му завершим, но газон зайдет чуть позже. Ну, понятно. Я имею в виду всю остальную территорию. Когда здесь возьмешь все это делать? Это я не знаю. Это не ваше, да? Михаил Санч, кто будет этой территорией заниматься? У нас это в рамках благотворительного проекта, а вот это вот у нас уже вы делаете? Да, это в рамках финансирования города в области. Область перевела нам деньги больше 12 миллионов рублей. Мы сейчас объявляем конкурс, и буквально где-то, наверное, с 25-го, где-то две недели до 10-го сентября, я думаю, здесь... Нет, до 10-го числа мы ее сделаем. Давайте 20-го. Давайте 20-го. Здесь 10-е, 20-е не принципиально. Важно, чтобы эти работы были закончены до 1-го октября. Тогда они будут более качественными. И ваша зона ответственности, это уже вот эта территория, правильно понимаете? Да, вся. Вот, вся. А вот эту территорию вы выводите и ее отгораживаете. Если видно, красная территория, метр 3, там мы заасфальтируем и будет... Ставим забор. Забор, да, да. А асфальт обязательно. Это у нас дела. Следующие этапы. Возможность строительства появится, если мы найдем денежные средства, потому что она будет носить уже стационарный характер. Ну и вы, как вот правильно сказали, здесь у вас будет проект... У нас это совместится, мы тоже сделаем. Создание такого развлекательного культурного центра для родителей и детьми. Подумайте, что вы тут сделаете. Ну и разберитесь по поводу того лайка и как вот там оказался. Вообще надо, друзья мои, заканчивать с этим. Те, кто вот такие участки берет, ларьки незаконно стоят, они должны быть нерукопожатыми. Они не должны находиться у вас, приемного губернатора, у заместителя губернатора, у министров правительства области. Вот если только их видим, что они там толкаются, это говорит о том, что шлейф идет к тому чиновнику, которого надо после этого брать и увольнять. Ну посмотрите, во что в город приватили. Вы молодец, что с этим борется, что меняете область города. Но важно, чтобы все этим жили и занимались. А так иначе нам уже фактически резервацию отвели. Посмотрите, ну сами подумайте, вот построили, оттяпали, вот построили, оттяпали, вот построили, оттяпали, вот оттяпали, там оттяпали. Ну и дальше что? А куда горожанам идти? Куда жителям идти? Задумайтесь. Вот просто все задумайтесь, к чему это все привело. Поэтому фамилии, публично, Игорь Иванович, оказался у вас приемный этот гражданин, вас надо увольнять. Оказался у его зама, у мэра, надо увольнять. Ну посмотрите, мы идем по проспекту Кирова, ну это что такое? Варьки стоят на пешеходной зоне, как могли узаконить это все. Фамилии, кто узаконил, фамилии, кто решение принимал. Проблема ведь заключается в чем? Любое решение органа местной власти можно взять и протестовать. Они что сделают? Они узаконили во всех судебных инстанциях. И когда мы говорим о Саратском инвестиционном заводе, лишь решение Верховного суда позволило нам все предыдущие решения отменить. Поэтому пойдем в Верховный суда, берите ревизию, проводите, будем обращаться в Верховный суда. Правосудие на то и есть, чтобы отстаивать законы. Ну какая законность, когда совершенно очевидно на зоне Кировитута, на пешеходной улице, да просто на проезжей части берут и ставят варек. И говорят, нет, вы теперь давайте нам платить огромные деньги. Кому платили за эти решения, с них и спрашиваются. Захват земли. Захват практически, да. Узаконенный захват земли. Поэтому давайте мы эту тему поднимем обязательно. Ее надо обсудить и при этом, чтобы все это понимали. И судейское сообщество, что с этим играть нельзя. И более того, сейчас вот это все будет вылазить, независимо от того. Вот он был здесь, но принимал решение в Саркаде. Уехал в другой регион, должность получил. А вот эта тема, она его догонит. Догонит. Поэтому давайте заканчивайте. Порядок надо, чтобы был на основе закона. А здесь речь идет о нарушении закона. И вот мы с вами 10 раз из государственной казны средства тратим. Тогда вы заканчиваете. До 1 сентября, раджально, на себя этот срок. А вы завершаете работу до 20 сентября. Ну и, Михаил Александрович, вы когда снесете? Мы договорились, считаю, что где-то 2 половина сентября. У нас все будет готово. Мы так договорились. А вот эти конструкции, когда снесете? Все. 2 половина сентября. Я думаю, что 1 октября здесь будет ничего. Если мы приедем ближе к Петру, то вы уже здесь снесете. Мы будем посмотреть. Ну да. Поговорились. Спасибо.